Не побоюсь слова, величайших представителей направления интеллектуальной поэзии. Оля, жги. Оля, подожди. Не подожди. Ну, раз так уже это заявила, я, наверное, с этого совместного и начну. Оно несколько эмоциональное. Мы писали вдвоем. Мы с Лёвушкой вместе его писали. Оно немножко такое шуточное, называется «Охота». Охота в лес, охота на рыбалку, охота с солнца, ласки и тепла. На подработку, словно на приманку, клюю, ломая выходного плана. Зима к концу, охота с позаранку охотится. Но снова подвела охота, как погоня за подранком, закончить очень важные дела. А где-то лес шумит по горным склонам, в лесу ручьи хрустальные журчат, и тучки в небе воодушевленно охотятся на солнечных зайчат. Мечта, однажды удочку закинув, поймать неуловимого леня. Но стаи разных дел неистребимых упорно ставят сети на меня. Скрываюсь от преследующих будней, хвостом виляю, заменитая след. Охота стать в семье под челиной трупнем, охота, завернувшись в теплый плед, читать стихи, закусывая студнем. Охота наливай, сказать сосед. Охота, подойдя к жене прилюдно, просить простить за два десятка лет. За то, что дома вечно с кислой мордой, за то, что мелочами удручен. Охота, чтобы опять во взгляде чертик устроил вдруг охоту на гормон и отловил в горячее объятие. Будильник грянул выстрелом в песок. И кончилось все утром под кроватью охотой на потерянный носок. Ну, я вообще так, больше лирик, философские, размышлизмы всякие. Я прочитаю, можно я, Жень, чуть больше? Конечно. Тем более... У меня стихи небольшие. Лев тебе уступил. Он стесняется, тут народ незнакомый. Контрастная. Смеюсь и плачу. Вечная игра, реальность, доводящая до края. Надежды мне рисуя и стирая, то беспощадно слишком, то добра. То вскачь несется время, то ползет улиткою по склону Фудзиямы. А на пути гора сменяет яму. И не успеть ни прямо, ни в обход. Рассветы протекают в вечера, по каплям необузданной волною. Молчу. И только слово волком воет, стекая камнем с кончика пера. Есть у меня такое не очень стандартное, с очень интересной ритмикой стихотворение. Танец слоненья. Омывают континенты, океанов, темные воды. На волнах течений под свист ураганных ветров. Девочка и мальчик на плотнете танцуют погоду. Налетают шквалы на хрупкую твердь берегов. Катится планета по кругу орбиты, как мячик. Дышит океан и сползает с Антарктики древний лед. Под неприступным взглядом опять уступает дорогу горячий мальчик. Холодная девочка с прошлой осени танец ведет. Песок из Сахары рисует на Альпах картины. В снегах Европа зима невозможно лиха. Эта холодная девочка с ласковым именем Ланинья. Танцуя, раскидала по миру снежные дорогие меха. Мы-то привычные и не такими марами нас морили. Танцуй, девочка, мы не опустим глаз. Па, и в Греции апельсины во льду застыли. Па, и под взглядом пронзительным вымер стихас. Не мне человек. Не так уж и много для этой планеты ты значишь. Антропогенные факторы. В сущности, ерунда. Танцуют погоду. Все та же девочка и все тот же мальчик. Самбо и неистовый летят ураганы по городам. Так, и вот я тут хотела еще. Раз уж мы тут Семену Гонсалесу нынче посвящаем, который у нас еще и в сюртуке в нашем родину, Жильдере и уник. Ну вот. Как-то мы так столкнулись под одной крышей с ними. И было у нас такое событие интересное. Мы охотились на ушах. Ну вот. Да, было дело. Было дело. Причем реально. У меня получилось. Решили поймать выж. Да. Вот. Эх, мой удел охота на мышей. Идти на вепря уж не та сноровка. Вепрь от погони удирает ловко. И мышь, пожалуй, будет понежней. Вруч, что охота лишь мужской каприз. И я порой мечтаю о добыче. Мне б не видать, конечно, в жизни дичи, Когда б Гонсалес семечки не грыз. Октябрь тихо листьями шуршал, Точь-в-точь, как наш Гонсалес шелухою. И как-то раз, осеннюю порою, Он семечками соблазнил мыша. А кошки в доме нету, хныч-нехныч, Самим придется браться за работу. Ну как тут не собраться на охоту, Когда под шифоньером ходит дичь? Наташкин виск звучал, как рок в лесах. Гонсалес гнал из-под дивана зверя. И я мышь поймала, Глупостям не веря, Что мышь на женщин нагоняет страх. Но все же я не кошка. Жильник-от. И мы мыша, что битвича, словили, Потом, конечно, с миром отпустили на улицу. Пускай уже живет. Когда-нибудь я вспомню, не спеша, Одно обидно, не осталось фото, Как осенью, открыв сезон охоты, С Гонсалесом ходили на душах. Замечательно. Это на самом деле было. Да, было такое дело. С Наташей, с Олей как-то мы... Наташа лежала. Да, я лежала. Да, просто были в одном доме, И вдруг из комнаты задается громкий виск. Я подумал, что-то случилось страшным. Бегая, Наташа увидела мышь. Вот. Потом мы пришли с Олей, И эту мышь изловили, Или этого мыша, Или эту мышь. Она, мышь, да? Или мышь. Я не знаю, кто он был. Вот. Когда я его в коробочке на улицу убрасывал, Мышь говорила, Что же вы за люди? Что же вы за звери? Это надо же так... Ну, мышь уже был седой, Заликался, дергался после такого громкого крика, Лиз был. Лучше бы убили меня. За что же вы так? Я ему говорю, иди, иди, иди. Меньше разговоров. Так и было примерно. Вот. Еще я знаю, что сегодня нашу встречу Посетил еще один замечательный сертучанин, Это Александр Черногор. Да, 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 да. Я его вижу. Я его вижу. Я хочу позвать его на сцену, Чтобы он тоже нас порадовал своим творчеством. Александр. Спасибо. 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 Здравствуйте всем. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Александр Черногор. 52-го года. Поведение. Овен. На аудиторию читаю первый раз. Тем более перед микрофоном. Так что уж... Ближе к микрофону. Поскольку погода действительно чудо, Осень чудо, С осени я и хочу начать. Тишечки маленькие, Не утомлю. К микрофону. Александр, к микрофону попал. Не утомлю. Приход. Спокойно. Алька спела дверь. Вошла на пальчиках. Шаги не слышны. С собой свет. Прохладу принесла. Восторг. Молчание. Слова излишни. Снопы рассеяв солнечных лучей, Волной огня, Как на волос взметнулось, И аромат. Он более ничей. Как водопад. Как музыка проснулась. И птица нет. Тревожно не вскричи. Ведь ясны всех тревог Теперь причины. Поленья сложены в уши печи. И нож востер. Готов колоть лучи. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и еще про осень. Называется Секретарине по осени. Воздаться все по осени. Что ж, верно. Ну мало ли, Что грезилось весной. Калейдоскопом летом, Взглядом серный, Как сон пленит И властвует тобой. Еще невольно тянешь руку, Прекрасный удержать тот миг. А сердце, Сердце чуя муку, Печальный мне диктует стих. О тех садах, Где только шорох, Листом несбывшихся надежд, Где в ветве брошенный их ворох Не станет тайною одежд. Ветра освищут непременно, Ночь обхохочется с собой. Как, видно, ждал ты перемены. Ну что ж, Прикройся, Хоть зимой. Коротенькое свеетворение, Но очень люблю его. Называется Златовласка. Осень Златовласка Хмурлится с утра, Пригасила краски, А еще вчера Видел сам поочию. Взгляд, куда ни кинь, Воды все прозрачные, Безда неба, Синь. Ну а нынче сумбрак, До свинцово дали. Брызни напоследок, Неужели жаль, Златом, серебром ли, Все нам ни почем. Услыхала, Дробнула, До косы дождем. Дождем. Ну и последний. Извините. Ручей. Как хвост дракона, Чешуей блистая, Главой уж далеко За горизонт, В ручей журча И радостно сверкая, Бежит водою, Одаряя студенной И проточной. Путь лишь надежда, Будь даст точный. Наполнив озеро любовью, Помчался он Восторженной рекой, Раскинув руки берега, На солнышке шипя дугою, Играет с ветром, Пенится волною, А то притихнет Гнемля горю. Излить печаль бы каплей В море, Но скован льдом Не скажешь, что живой. А по весне, Взбешенную водой, Сорвав мосты, На скалы бросится отважно, И плоть порвав Всю на клочки, Про ямороки Широко разльется важно, Так и не понял, Морем уже стал, Что путь окончен, Выше соблюден устал. Миг сердце вспыхнуло звездою, Чешуйки рос цепь ракушек на дно, В них первая радость, Когти горе, Куда ни глянь, Так много и всего Не солоно, Он, мол, хлебавший, Тот сказ совсем Не про него. Спасибо, Александр, Рад был тебя видеть и слушать, Если даже это первое выступление Было замечательно. Так, а сейчас хочу Пригласить Наташу Кучумову, Эта замечательная поэтесса, Бардесса, Вышла из леса, А, нет, уже не то. Я тоже поклонник ее творчества. Обожаю ее стихи, Обожаю ее песни. Наташа. Ну, я хочу...